Музыка Вы наверное помните, что в прошлом сезоне молодежный состав нашего клуба выступил не очень удачно. В 30 матчах наша команда забила всего лишь навсего 24 гола. А теперь представьте, в нынешнем сезоне уже к 14 туру у нашего коллектива было 22 забитых мяча. Подопечный Михаила Галимова теперь уже не аутсайдеры, а крепкие середняки. Причем костяк команды остался прежним. Мы приехали на тренировку команды, чтобы узнать, что же с ней произошло. Ты стал в этом сезоне профессиональным футболистом, сыграл за Урал-2. Было ли для тебя это какая-то значимость? Блин, значимость как такой не было. Просто, конечно, хорошо, чтобы перешел на новый уровень. Но нужно еще очень много доказывать. В этом сезоне вы выступаете заметно сильнее. Что случилось, что изменилось? Ничего мы добавили в командном духе. В принципе, все. Тренируемся, добавляем. Время идет просто, и появляются какие-то новые игроки, тоже в команду вливаются. Все хорошо. Мне кажется, что в этом сезоне на тебя соперники стали настраиваться более серьезно. Чувствуешь ли ты? Да, конечно. Постоянно слышал, под левую, под левую держите. Я тоже не отстаю, в принципе. Учись под правой обыграть. К тебе пришел комментатор. Ваших матчей. Оцени, пожалуйста, меня. Скажи, какие у меня есть проблемы. Сильно ли я плохо про вас рассказываю? Да, рассказываю, что, в принципе, неплохо. Только вот вы иногда за игроками не следите, не очень внимательно. Не те имена называете. Ошибаемся? Да, да. Вот лично я ошибался? Да, да. Вот очень много. Ну, не очень много, но бывало, бывало, в принципе. Так, расскажи, в команде обсуждаете вообще вот эти эфиры? Да, да. Я комментирую, да? Да, конечно. Кто самое плохое про меня говорит? Никогда плохого не говорим, просто смешно так шутим. Очень доброе. Самую смешную шутку надо мной. Да я не знаю, блин, много было. Татарин намного шутил. Да? Все, мы с ним обратимся по этому поводу. Ну, прежде всего, секрет, наверное, в работе. В работе, потому что мы много работаем над завершающей стадией атаки. Атаки. Много индивидуальных и тренировок, да, и занятий именно для группы атаки. Я думаю, поэтому и такая реализация. Денис, что вы сейчас делаете? Почему двое ворот стоят? Потому что мы отрабатываем штрафные удары. Так, у нас три штатных человека, которые бьют штрафные? Да. Александр Галимов, Денис Новиков и Евгений Татаринов. Жень, ты забивал гол в манеже в Красноярске. Да, я был делал. Примерно вот с такой же позиции. Попробуй повторить его. Получается, надо Автарин добить. Куда сейчас будешь бить? Он все равно не забьет. Прогноз от Евгения Татаринова, что Денис не забьет. Я ставлю, что забьет. Я ставлю, что нет. Давай на кувырок. На кувырок. Давай. Ну подведи меня, братан. Не, ну он забил вот эти ворота. Все же ворота. Ладно, потом паханку. Мы с Женей разговаривали, да, он очень много остается после тренировок. Работает именно над завершением, с фланга завершением, там, обводки, удары там с места, ну, с различных позиций. Поэтому, плюс, даже в играх очень, ну, старается, старается, да, такой работоспособностью отличается. Я думаю, поэтому к нему и приходит такой результат, да, забитые мячи. Жень, ты забиваешь разные голы, в том числе и ударами через себя. Что чувствуешь в этот момент? Почему решаешься пробить именно так? Да не знаю, может, какая-то чуйка, что нужно именно в этот момент пробить. Не знаю, ну, хорошо, что такие получатся, мячи красиво забивать. Я этому рад. Тем не менее, какой бы гол хотел бы в этом сезоне еще забить по красоте? Ну, много красивых голов на самом деле. Ну, я бы хотел попробовать середины поля, заширить отель. У нас есть манеж, у нас есть пустые ворота. Может, смоделируем ситуацию? Ну, да, попробуем. Жень, кто нам помогает, скажи? Кто у нас в воротах? Вышел далеко из ворот, кто? Вовчик вышел далеко. Из-за этого я его нахожу. Перекладина еще. Сотка. Жень, гол мечты забил. Как его будешь праздновать? Да, как обычно. Футболку, наверное, побегусь снимать. Ты однажды уже посвящал гол маме. Да. Эта футболка где хранится? У меня дома. Вот как поедут домой. Ну, я сейчас недавно ездил домой, просто забыл ее. Как следующий раз поеду домой, обязательно не поддаю на память. Есть ли у тебя в планах забивать в каждом матче? Ну, конечно, у каждого нападающего это должно быть. У каждого нападающего должен просто быть голодным на голову в каждом матче стараться забить.